Этим летом в Ходинском сельском поселении началась реконструкция местной амбулатории. Наша съемочная группа старается отслеживать ход проводимых работ. 22 сентября мы побывали в ауле Ходс, где полным ходом продолжается реконструкция поликлиники. Данные работы проводятся подрядной организацией Беслана Шикова ООО «Строитель». Работает добросовестно, без выходных, даже при неблагоприятных погодных условиях. О том, на какой стадии находятся ремонтные работы, нам рассказал глава поселения Рамазан Тваснаков. На сегодняшний день строительные работы на какой стадии находятся? На сегодняшний день у нас сейчас работают три бригады. Это покровли, это шкатурка и фасад. Фасад у нас на данный момент где-то процентов на 70 шкатурка уже сделана под караэд. Сегодня планируем начать слой караэда наносить. Но так как погодные условия сегодня не позволяют, скорее всего, уже с завтрашнего дня начнем заниматься фасадом. А внутри полным ходом идет шкатурка помещений. После этого планируется система отопления, а затем уже трубы, которые будут к отоплению, они пойдут под стяжку и пол будет готов. А в дальнейшем уже плитка. Ну, до 20 ноября, я думаю, все работы будут закончены. По срокам подрядчик успевает? Успевает. Успевает, работают, ну, можно сказать, молодцы. На совесть работают. И бывает день, что 25 человек, 15 человек. Ну, в зависимости от работ, вот так бригады работают у нас. Работают каждый день? Каждый день без выходных и в ночное время. В ночное время две смены делают шкатурку помещений. По словам прораба Рамазана Шикова, работы идут по графику. Установлены практически все оконные блоки в количестве 15 штук. Осталось установить 5. Также подготовлены к установке все двери. И в ближайшие 2-3 дня они займут свое место. Рамазан Гваснаков подчеркнул, что подрядчик работает на совесть. И к сроку до 20 ноября должен завершить все виды работ и сдать здание. В этот же день мы посетили детский садик номер 12 «Джианат», где была заменена система отопления и водоснабжения. С чем вы решили поменять отопление в детском саду? Система отопления в детских садах у нас. У нас два садика. Это еще со времен, если не ошибиться, когда колхозы у нас были, отопление делали они. Сейчас все прогнило, заржавело. И уже дети зимой практически, когда уже холодно, и в помещениях тоже становилось холодно. И решили всю систему отопления поменять и систему водопровода. Это благодаря главе района Заура Аскорбевича и спонсора «Южгазэнерджи». Предоставление комфортных и благоприятных условий детям – это первоочередная задача для нас, как руководителей, отмечает Рамазан Тваснаков. А система отопления и водоснабжения стоят в углове списка задач, которые поставлены перед нами. На сегодняшний день все работы уже завершены? На сегодняшний день уже практически все работы завершены. Остались работы по котельной. Дымоходы поставят и все. И все, система готова. Чьими силами были произведены эти работы? Силами спонсора «Южгазэнерджи». Подрядчик они нанимали, они сами и делали. Благодаря жителю Аулас Хатбию Хатхакумову также была уложена плитка на веранде основного здания садика, который закупил необходимые стройматериалы и своими собственными силами произвел все работы. На период замены отопления детский садик не работал, но уже в понедельник дети вернутся в чистые и теплые группы. Нужно отметить, что в Худзинском сельском поселении два детских садика, в другом тоже было заменено отопление.